Когда мы живем в обществе, то волей-неволей вынуждены сталкиваться с определенными критериями и стандартами, по которым она живет. Иногда эти стандарты безобидны, но бывают и такие, которые мешают личности нормально жить и развиваться. О так называемых стереотипах и свободе личности мы сегодня поговорим. Помогут мне в этом мои замечательные подруги Настя и Люба. Девчонки, я думаю, что вы не раз сталкивались со стереотипами в своей жизни. Давайте хотя бы такие яркие примеры, которые существуют в нашем мире. Я из Сибири, допустим, я знаю, что существует такой необоснованный стереотип о том, что по улицам Сибири ходят медведи. А что, разве не ходят? Нет, Люба, по улицам Сибири медведи не ходят, это вам точно скажу. Разрушится. Ну, допустим, стереотип о том, что все блондинки не очень умные, что женщина на корабле к беде. И то же самое, что женщина за рулем тоже к беде. Мне еще нравится, мужчины не плачут. Тоже стереотип. Это стереотип, да? Ну да. Все так думают. Скажите, а вообще откуда взялся вот этот сам стереотип? Почему люди стали мыслить вот так-то и так-то? Ну, в Википедии я прочитала о том, что стереотип — это какое-то такое устоявшееся отношение к происходящему вокруг тебя, да? То есть какая-то готовая схема, которую мы накладываем на все, что происходит в нашем окружении. Ну, с одной стороны, может быть, это и хорошо. Ну, может быть, со мной не согласитесь, я не знаю. Потому что я считаю, что есть такие стереотипы, которые нам помогают, а есть, которые наоборот. Ну, для меня, кстати, было открытием то, что понять о том, что снег холодный, огонь жжется — это оценивают как стереотип. Вот для меня это было немножко открытием, потому что я считала, что это как вот законы физики, да? Но на Ваш взгляд, стереотип, он только несет отрицательные качества или всё-таки есть в нём что-то положительное? Мне кажется, всё зависит от ситуации. Иногда стереотипы мешают, особенно в отношениях с людьми. Такой стереотип, что, например, все там красивые мальчики, там они самовлюблённые и гордые. Нет, есть исключения. Вот, и ты как бы сразу это так замечаешь. Ага, он красивый. Так, я не буду к нему подходить, наверное, он очень гордый, самовлюблённый. И ты как бы закрываешься от человека, и вы не общаетесь. А на самом деле бывают очень интересные, общительные, добрые люди. И вот этот стереотип, он всё-таки мешает. Мешает нашему общению. Но опять-таки же получается, что мы сами, так сказать, ведёмся на эти стереотипы. Нам кто-то что-то сказал, допустим, об этом человеке, и мы поверили. Даже не, скажем так, удосужившись поговорить лично, как-то узнать поближе этого человека и понять, что он достаточно... Да, хотя, возможно, у этих людей сложился неверный стереотип об этом человеке. Ну подождите, стереотип-то тоже может быть положительным. Это сложилось в результате какого-то жизненного опыта. Значит, большинство-то всё-таки самовлюблённые. Возможно. Нет, ну может быть и такое, да, что просто человек... Всегда есть исключение в любом праве. Допустим, вот почему вот этот стереотип образовался, да, что все вот такие самовлюблённые. Может, просто это не значит, что все так поступали. Просто когда-то один человек увидел, что вот он такой-то и такой-то, и оно пошло. Цепочка просто образовалась. Дело касается не только парней, но и девушек также, ну как бы если уж об этом говорить. Ну да, возможно. Ну а у вас в жизни бывало так, что к вам подходили и говорили о том, что, знаешь, вот пока вот я с тобой не пообщался, я думала, что ты такая-такая-такая. Мне говорили такое-то, такое-то. А когда я с тобой пообщался, оказывается, нет. Если честно, было... В хорошую сторону или... Ну да, в хорошую сторону думали, так стало иначе. Да, изменилось мнение о тебе в лучшую сторону. То есть со стороны казалось, что ты там какой-то задавака, там... Занощивый, да. А познакомившись и уже узнав человека лично... Добрый, хороший. Измени. Просто я помню, когда общаешься с людьми, и помню, как один человек мне сказал о том, что что до знакомства со мной он думал, что я вот такой. Я надеюсь, что я не такой, со стороны я так не выгляжу. Такой высокомерный немножко такой, знаете, человек, которому не подойти. Ну вот, ну а когда уже человек общается с тобой, то он понимает, что всё хорошо, можно и общаться продолжать. Ну вот, девочки, есть такие стереотипы, которые глубоко уже укоренились в обществе. Но как вы с ними боретесь, вот с теми, которые укоренились уже в вашей голове? Мне кажется, когда мы сталкиваемся с какой-то ситуацией, вот, и когда стереотип влияет на нас, бывают такие спорные внутри чувства, и ты стараешься переоценить ситуацию, подойти с разных сторон, взглянуть на этот вопрос, и что-то в твоём мышле не меняется. Да, и это в то же самое время развитие. Согласна. Давайте послушаем мнение экспертов по поводу стереотипов и продолжим нашу беседу. Стереотипы заменяют людям необходимость мыслить, подменяют с собой понимание вещей. Стереотипы влияют на поведение человека, так как создают превратное представление о действительности, и человек поступает в соответствии с этим представлением. Стереотипы могут быть как собственными, сформированными самим человеком, так и общественными, сформированными обществом, которые человек усвоил и принял. Таковы наиболее опасны, так как формируют неправильное представление у большого количества людей, мешают их мышлению. Надо стараться различать, где действительное представление о рассматриваемом предмете, а где стереотипы. Бывают, что люди становятся жертвами стереотипов. Очевидно, что нельзя проецировать известные стереотипы на всех подряд. Надо узнавать самого человека, его качества, пытаться понять его стремления и взгляды, а не приписывать ему некие свойственные его группе стереотипы. Стереотипы – клетка для сознания. Их следует распознавать и отказываться от них в пользу понимания вещей, восприятия действительности в неискажённом стереотипами виде. Девчата, опять-таки возвращаясь к теме женских и мужских стереотипов. Я не знаю, вы тоже, наверное, замечаете, что в мире создаются определённые какие-то каноны, золотые стандарты, по которым, давайте уже возьмём женщин, да, по которым оценивают женщин. Допустим, их оценивают по качеству нанесения макияжа, о том, как она выглядит, модно, не модно. Да, есть у неё там лишние килограммы или нет. И вот просто как будто с линейкой, знаешь, ходит, я утрирую, конечно, да, и проверяю тебя. Если ты не соответствуешь этому золотому стандарту, то всё, ты признана непривлекательной, неженственной и тому подобное. Но с другой стороны-то это неплохо, потому что это заставляет тебя следить за собой, что-то в себе изменять в лучшую сторону. Но быть как все… Ну, тебе не кажется, что это просто гонка просто за… Вот сейчас в мире я заметила есть «будь собой», но при этом аккуратным, ну там, как бы привлекательным. Но это в какой-то степени и плохо, и неплохо. Мне кажется, что всё зависит от стандартов. Если говорить там 90-60-90, и многие модели, знаете, не едят, там худеют и худеют, и это негативно сказывается на их здоровье, то это не ведёт к лучшему. Окей. Ну, допустим, вот есть вот эти какие-то стандарты, каноны, которые есть в обществе. Как вы на них реагируете? То есть есть, допустим, стандарт 90-60-90. Смотрите на себя в зеркало и понимаете, что ну, ну никак. Вот под те стандарты молясь лучше. Вот, но бывают и такие, которые… Ну, это вы, у вас просто такой положительный настроен на жизнь. А бывают те, которые смотрят на себя и понимают, что ну никак, всё. Я не подхожу, даже если брать не вот это, не красоту, а какую-то другую сферу, и люди понимают, что они далеки от совершенства, и у них не получится. Вот как вы… Это уже стереотип, не получится. Ты должен мыслить по-другому. Всё у тебя получится. Если другие это могут, почему ты не можешь? Ну, легко говорить, когда у тебя всё хорошо. Ну, не скажи. Просто когда у тебя всё хорошо, и ты можешь себя настроить. А если, допустим… Ну, да, я согласна с тобой, это негативно влияет на самом деле, потому что часто люди замыкаются в себе и не хотят вообще ничего, ну, как бы, менять. А лучше принимать себя уж таким, какой ты есть, но всегда стремиться к лучшему. Ну, а как вы относитесь к тем… Вот, допустим, на своём личном примере расскажу. Когда недавно была на зимних каникулах дома, и когда ты приезжаешь, спустя какое-то время… Ну, как это обычно бывает? Все твои родня собираются вместе и начинают. Аня, ну что? Уже обсуждают, кто кого будет нянчить, что там, какие дети и тому подобное. Ты стараешься нормально реагировать, но удивляешься тому, почему… Я, по крайней мере, считаю, что это определённый стереотип в обществе, что вот к такому-то возрасту, да, девушка должна, допустим, выйти замуж, парень должен жениться. Вот. И, допустим, общество как-то остро реагирует даже на женщин, которые не хотят, ну, может быть, тут вы меня осудите. Что те, кто выбирает, допустим, не стояние у полиции, да, а карьеру. Ну, я думаю, как бы это не очень, в принципе, и плохо, если ты хочешь в этом развиваться. Но вы как думаете? Осуждаете вы таких женщин или нет? Ну, можно выбрать карьеру, но и при этом вкусно готовить. Как бы одно другому не мешает. Нет, в принципе, мне каждый, мне кажется, что каждый вправе выбирать. Да, если ты не думаешь так, как я, не суди меня. Есть такое высказывание, я не помню, кто говорил, но вот как раз я недавно это читала, и мне очень понравилось. Конечно, всё-таки первостепенная, мне кажется, задача женщины это всё-таки быть помощницей, хозяйкой. Но, опять-таки же, не стереотип ли это? Мне кажется, это заложено. Это просто роль Богом. Хорошо, давайте послушаем служителя церкви, а потом продолжим нашу беседу. Стереотипы – это то, что преследует нас. Ведь наши бабушки воспитывали наших родителей, наши родители воспитывали нас, и мы воспринимаем мир именно так, как нас научили его воспринимать. Очень часто это может влиять на нас положительно, но иногда это также имеет отрицательный момент. Когда мой друг однажды понял, что он хочет быть специалистом, парикмахером, ему это очень нравилось, он боялся с этим поделиться даже со своими родными и друзьями, потому что он понимал, что парикмахер, по его стереотипу, должен быть именно женского рода. Он мучился, искал себе профессию на протяжении трёх лет, но однажды он понял, что он всё-таки будет парикмахером. И теперь он радуется и получает от этого удовольствие. Он настоящий профессионал своего дела. Бог создал каждого из нас уникальным. Один может быть независимо от пола, замечательным парикмахером, другой – футболистом, кем угодно. Ведь Бог имеет для каждого из нас свою цель. Давид об этом говорит интересно. «В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них ещё не было. Бог желает каждому из нас, независимо от тех стереотипов и моментов, где бы мы ни жили, проявиться и проявить именно те черты характера, которые он у нас заложил. Ведь стереотипы, они не всегда правильные. Стереотипы – это не всегда то, что помогает нам развиваться. Стереотипы – это то, что, может быть, отвлекает нас от Господа. Поэтому хотелось бы, чтобы наши стереотипы, они всегда взвешивались со Словом Божьим». Так вот, возвращаясь к прошлой мысли о том, что быть женщиной карьеристкой или хозяйкой, и по поводу этого стереотипа сложившегося. Мне кажется, что всё-таки боком было заложено то, что женщина должна быть помощницей, и хранительницей очага, воспитывать детей должна, и всё такое. Но всё-таки, я думаю, что каждый вправе сам выбирать. Но у Бога вообще есть стереотипы? Вот это вот то, что Он установил, это не стереотип? Это, мне кажется, больше даже не стереотип, а что-то другое. Может быть, какое-то установленное правило, которое помогает жить, для развития. Стереотип – это всё-таки рамки, которые не дают развиваться, а Бог даёт нам развитие. Мне кажется, вот в нашем обществе просто вот под этим словом всегда почему-то понимают, что это такое негативное. Поэтому мы так вот воспринимаем, что вот… Загнаны в рамки. Да, вообще. Девочки, но мы говорили о том, что да, существуют такие стереотипы, которые помогают нам в обществе. Но почему мы ведёмся на стереотипы? Допустим, вот пример, чтобы вы поняли, о чём я говорю. Недавно меня спросили, почему ты веришь обманщикам? С одной стороны, такой неоднозначный вопрос. Я сразу задаю встречный вопрос. А как мне понять, что этот человек-обманщик, что меня обманывают? И вот, допустим, когда… Сейчас, получается, я отвечаю на свой вопрос, который вам задаю. Ничего. Да, спасибо. Почему мы ведёмся на стереотипы? Мне кажется, что мы не всегда понимаем, что это стереотип. Или как? Согласна. Или же так удобнее. Удобнее в каком плане? Ну, тебе уже не нужно думать. Всё решено, и ты как бы… Всё нормально. Мне кажется, мы ведёмся на стереотипы. Мы, возможно, не чувствуем. Но когда это противоречит нашим каким-то убеждениям или мыслям, тогда мы понимаем, ага, это стереотип. Возможно, он не совсем правильный, и я хочу действовать по-другому. И в этот момент происходит переоценка, и ты действуешь уже на своё усмотрение. Если бы так все уделяли столько времени на вот эту переоценку, они не шли вот сразу. Ну, возможно. Ну, да. Девочки, а вот вам, выросшим в христианских семьях, сложно вообще по жизни? Вы часто сталкивались со стереотипом именно по отношению к вам, что «А, она верующая, значит, она вот такая-то и такая». На самом деле и в школе, и в учебном заведении я немного даже уставала от того, что как бы были такие темы, что раз христианка, то так-то она должна себя вести или по-другому. Но я как-то подходила под стандарт христиан. В хорошем смысле. Да, в хорошем смысле. И как бы вроде бы всё, слава Богу. Настя, а у тебя как было? Ну да, порой сталкиваешься со стереотипами. Иногда даже неприятно, да, что вот, да. Но хочется что-то доказать сразу обществу. Нет, я не такая, я вот такая-такая. И вы начинаете как-то по-другому себя вести. Или вы понимаете, что ну и что? Я вот такая, и наоборот доказываете всем, что быть верующей, допустим, нет в этом ничего зазорного. Наоборот, огромное преимущество. Да, ты просто ведёшь себя так, как есть, а там уже люди делают свои выборы. Просто иногда мне кажется, что в обществе такой сложился не очень хороший стереотип, о, в принципе, всех христианах, да, и о верующих людях, что они вот такие вот… Безвольные существа. Ну что-то такое, да, что вера… Я вот часто слышу, что вера — это костыль. Вера — это костыль. Я глубоко с этим не согласна, потому что я понимаю, что, наоборот, вера, она… Как сказать, она, что ли, наша… Она крылья. Да, она наше второе дыхание, которое нам помогает. Поэтому приходится день от дня вот этот вот преодолевать вот эти стереотипы. Девочки, ну а как не перегнуть палку вот в борьбе с ними? Потому что иногда ты можешь, опять-таки же, стоя за свои принципы, как-то уйти не туда совершенно. Ну мне кажется, никогда не нужно впадать в крайности. Просто нужно смотреть на вещи трезво и действовать, как подсказывает внутреннее чутье. Девочки, спасибо вам огромное, что вы ко мне пришли. Я надеюсь, что наша беседа на этом не закончится. Но мы пришли к выводу, что современный мир, да, полон различных стереотипов и предрассудков. И порой подходить под золотой стандарт не всегда получается возможным. Но у нас с вами есть один неизменный золотой стандарт, который сказал о том, что придите ко мне, и я успокою вас. Спасибо, что были с нами. А с вами была программа «О чем говорят женщины?» «О чем Juliet»! Субтитры создавал DimaTorzok